Всем привет, я Арстоцкий, а это Курсейдер Кингс 3. Сегодня мы с вами продолжаем играть за вас с Алла Англии, а именно за Корнвулл. В прошлой серии мы с вами сделали очень много приятных вещей. Мы заключили матрилинейный брак с английским принцем, посадили его на трон, и теперь наша династия унаследует себе английскую корону. Это очень-очень хорошо. Также в прошлой серии мы захватили себе герцог Ставадейвор, и, кстати, надо его уничтожить, потому что у нас разделение, если я умру, то он от нас отсоединится, и герцог Криотам умрет, скорее всего, очень скоро, потому что ему уже 58 лет, как минимум десятку, я думаю, он сможет еще прожить, хотя у него нет никаких модификаторов на здоровье, но я думаю, что он справится. Мой наследник сейчас это мой сын Гудуал, который хорош в дипломатии, но есть одна проблема, он спал со своей сестрой, это стало известно, у него есть прелюбодейство, кровосмесительные отношения, и еще бастард, который родился от него и его сестры. Странно, кстати, что у него нет свойства плод кровосмешания, но зато у него есть карликовость, он бастард, которого я признал. Зато у меня есть прекрасный внук, сын этого Гудуала, которого зовут Титион, он с интеллектом, у него прекрасные навыки уже в 9 лет, я надеюсь, что он будет прекрасным военным, хотя вообще военное дело это не та вещь, которая должна быть у наших правителей, поэтому можно ему сменить фокус на интриге и дать ему какого-нибудь опекуна подходящего, потому что с помощью интриг можно очень много всего интересного сделать. Здесь я никого не вижу с хорошими чертами, нам надо найти, наверное, в глобальном поиске. Например, вот этот Ульф, мне нравится, он вероломный, садист, мстительный, это дает ему очень много интриг, но хотелось бы, чтобы у моего внука были еще какие-нибудь положительные черты, хотя не факт вообще, что он все эти черты получит. Или можно дать вот этой Рифф Кудбурге, его на воспитание, она вероломная, щедрая и упертая, у нее как раз неуловимая тень образования. Давайте так и сделаем. Не знаю, что будет с моим внуком, но я вряд ли смогу воспитать его в интригу нормально, поэтому надо его дать ей, а я могу вообще это сделать? Кажется, нет, не могу, потому что я должен выбрать кого-то из своих придворных. А есть ли у меня какие-нибудь узники с хорошей интригой? Тоже нет. Хмм, кто же будет воспитывать моего внука? У меня вообще нет придворных с нормальной интригой, ладно, ладно, буду его воспитывать я сам, может быть, что-то хорошее из него и выйдет. Чем мы займемся с вами в этой серии? Во-первых, как я и говорил, Риатам, скорее всего, умрет, и мы будем играть за Годуала, но вряд ли у нас будут с этим какие-то проблемы, потому что у него хорошая дипломатия, вассалы наверняка никаких восстаний поднимать не будут, а даже если будут, то мы их без проблем уничтожим. Мне нужно заняться сейчас вот с чем. Забрать землю всех своих вассалов, которые не из моей династии. И начнем мы, пожалуй, с Лестершира. Как я и говорил в прошлой серии, придется немного побыть тираном, но это не страшно. Отнять титул этого Алуреда мирно я не смогу, он поднимет восстание. И, кстати, было бы здорово, если бы к нему присоединилась еще вот эта Кенегета. Надо с ней как-нибудь ухудшить отношения. Но как мне это сделать? Может быть, сфабриковать на нее рычаг влияния? Она расстроится или нет? И вообще, будет ли она вступать в войну? Ладно, неважно. Давайте просто отнимем титул у этого Эрла Алуреда. Он объявил войну, и эта подруга не присоединилась. Ну и ладно. Потом мы все равно у нее заберем титул. Похоже, сетя он не в восторге от последнего пира, он шмыгнул под стол и спрятался там до конца трапезы. Так, застенчивость. Убирает у него дипломатию, дает ученость. Есть что-то на интриге? Торопливость нет. Обжорство точно ему не надо. Ну ладно, видимо, застенчивость придется взять. Как и сказал, вряд ли смогу его нормально воспитать в интриге. Но посмотрим, что с ним будет потом. Все, победа. Навязываем требования. Теперь Алуред у меня в темнице, и мы можем отнять у него титул спокойно. Правда, у меня сейчас будет нервный срыв, скорее всего. Надо устроить пир. И в честь этого попытаться отнять титул у принцессы Кенегиты. Еще 20 тирании. Но что поделать? Все эти земли должны принадлежать моей династии. И у них, кстати, есть союзник. Дехербард. Здесь ее муж правят. Но все равно мы сейчас их победим. Уничтожаем армию, и можно идти на осады. К счастью, у меня есть анагры, и осады идут очень быстро. А вообще, я уже вроде как манганель могу брать. А у меня и так манганель. Понял, извиняюсь. Перепутал. Ой, 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 меня сейчас столицу заберут. Почему вас тут так много? 49 дней до конца осады. Мне надо встать во главу армии, чтобы меня в плен не взяли. И еще взять наемников. Потому что нас маловато. Бежим защищать столицу. О, нет. Они не успели ее садить, отступают. Когда мы подходим, значит, можно нормального полководца поставить. Ушли на холмы. Мы вас и здесь победим, ребята. 93%. Заберем последнюю провинцию, и все. Можно будет отбирать титулы. Дальше воспитываем Титиона. Щедрость. Усердие. Или выдержка. Ну, я думаю, что мы ему, конечно, возьмем усердие. Там и стресс есть, но зато он отдает плюс к навыкам. На интриге тут, правда, ничего нет. На усердие это все равно хорошая вещь. Давайте, кстати, еще созовем охоту, чтобы опять понизить стресс немного. Все. 100%. Теперь отнимаем титулы. Вот второй титул я уже отнять не могу, потому что это снова тирания. Ладно, сиди пока в темнице, подруга. Вот этот лестер я отдам своему сыну, которому я давал мерсию. А все остальные провинции, которые здесь есть, отдам уже кому-нибудь другому, чтобы у меня не был один огромный вассал такой. У него уже 3300 солдат. Кстати, надо было себе оставить Солсберя, потому что тут есть Стоунхендж. Но вообще бонусы, которые он дает, не такие же крутые. Это было бы полезно, если бы я был ученым, но нет. И я, к сожалению, не ученый. Кстати, когда Англию получит мой внук, он станет нашим культурным идеологом, скорее всего. Но вообще в этом нет ничего страшного, потому что в любом случае инновации будут у нас прокачиваться. Раннее средневековье уже почти полностью изучено. Нам нужны бойницы, кстати. Надеюсь, потом фокус на них переключится, потому что я хочу уже себе замок здесь улучшить до второго уровня. И нам как раз нужны эти бойницы. Так, Тирания у меня уже 35. Но вообще все вассалы, которые из моей династики, ко мне прекрасно относятся. К тому же у меня есть вдумчивость, если что, я могу давать подарки и получать очень много мнения. Так что можно еще немного побыть тираном и отнять этот титул. Единственная проблема это стресс. Вроде бы нервный срыв я не получил. О, посмотрите, как классно. Я потерял стресс из-за того, что свою соперницу посадил в темницу. Еще получил стресс из-за того, что у меня щедрости, и я не могу отнимать титулы. Спокойно. И теперь у меня нет нервного срыва. Замечательно. Но кому все эти провинции дать? Кстати, не очень хорошо развиты. Я бы их себе оставил, но я лучше оставлю себе Корнувал и Уэссекс, как изначально у меня было. Хотя развитие тут хорошее. Или можно никому не давать эти провинции, потому что после моей смерти все равно из-за раздела кто-то их получит. Кстати, насчет наследования. Что вообще получат мои сыновья? Понятное дело, мой наследник получит Корнувал и все остальное. А вот мой второй сын получит графство Корнувал. Уайт, Вустершир и Епархию и Вшем. Стоп, откуда у меня Епархия вообще? Она мне принадлежит? Нет. Она просто в Устере находится. Ну ладно. Непонятно, почему я Корнувал теряю, кстати, потому что он вроде как в моем первом и единственном герцогстве. Но почему-то наследует его не мой первый наследник, а второй сын. И вообще у него и так куча провинций. Почему он вообще что-то наследует? Я считаю это несправедливо. Но лишать наследства я его не буду. Хотя такая возможность у меня есть. Но нет, пожалуй, не буду этого делать. У меня есть внуки, еще всякие племянники. Но они все тоже что-то рано или поздно унаследуют. А вообще дам-ка я эти провинции своему внуку-бастарду от моих детей. А я не могу этого сделать, да, в прошлой серии я уже пытался. Ладно, ладно, ладно. Хм, кстати, можно вообще дать титул эти все-таки моему сыну Рикату, которому я изначально хотел всю мерсию давать, потому что после его смерти будет раздел, и в любом случае все эти земли разделятся между его сыновьями. Так что забирай себе все это. Главное, не быкуй на мне, если что. Тем более, когда твой брат придет к власти. Потому что иначе тебя придется устранить, чтобы был раздел, и у нас был порядок с провинциями. Последний вассал у меня остался, Эрл Эдрик. Хороший мужик, жаль, придется отнять у него титулы тоже. Но он, кстати, не будет против. Только у меня будет нервный срыв, как бы понизить стресс. Вот, у меня есть моя соперница, принцесса Кенегита в плену. Могу ее спокойно казнить без тирании, только благочестие потеряю. Извини, подруга, но мне надо стресс понизить. Теперь могу отнять титул у этого вассала. Кстати, у моего сына Риката уже превышен лимит владений. Ммм, ладно, его внуку дам что-нибудь, эту провинцию. Еще отнять Уорикшир надо. И опять нервный срыв, а? Как сложно быть щедрым. У меня есть еще соперники в плену? А, у меня вообще нет соперников. Королю Ланселину объявили войну. Опять Франция нападает. Что они хотят в этот раз? О, они хотят забрать всю Нормандию. Мне кажется, надо вписаться в эту войну, помочь нашему королю. Хотя, вряд ли я тут чем-то помогу, потому что еще Дания помогает Франции. И в сумме у нас будет где-то тысяч десять солдат, а у них пятнадцать. Но если мы быстро среагируем, пока Дания придет, может быть мы победим. Тут еще идет война за Десмонт против Манстера, которым еще помогает Шотландия. Блин, Англия в не очень хорошем положении, но давайте попробуем помочь ему в войне с Францией, по крайней мере. Потому что Нормандия это очень хорошее герцогство, и не хочется, чтобы королевство его теряло. Кстати, у нас тут появились некоторые провинции из другой религии, надо менять конфессии обязательно. Появилось много кельтских христиан. Так, король Ланселин. Я присоединяюсь в французскую войну. Кстати, война против Манстера у него священная, потому что здесь адамидство. Надеюсь, что оно вообще останется здесь где-нибудь. Если не в Ирландии, то в каком-нибудь другом месте, хотя я больше нигде не вижу адамидских провинций. Потому что я хочу в него обратиться, а если эта религия существует, то там дешевле в нее обращаться. Ладно, идем воевать с французами. Но я, наверное, пока постою, дождусь английскую армию. Вот здесь ходят французы. Их всего 9 тысяч, если мы соберемся вместе с королем, то мы сможем им навалять. Так что давайте плывем на помощь. Только не вписывайтесь без меня, я вас умоляю. Блин, Дания уже пришла. Их в сумме 22 тысячи, кто им еще помогает? Ломбардия, Канахт, жесть. Ну, здесь мы уже вряд ли победим. Почему у Франции так много союзников? А у нашего короля Ланселина вообще ни одного союза нет. У тебя есть два сына, почему ты браки не заключаешь? В принципе, мы сможем победить, если заберем в плен короля Дальберта. Но чтобы его взять в плен, надо победить в битве. Их тут очень-очень много. Мы пока постоим на осадах просто. Может быть, в столицу пойти ее осадить? Вряд ли нам это поможет чем-то. Да, они сейчас просто захватят всю Нормандию, и военный счет будет у них намного больше, чем у нас. Будем надеяться, что от нехватки снабжения они будут вымирать. Во всяком случае, Дания воюет очень далеко от своих земель. Может быть, они вымрут. А куда, собственно, плывет армия нашего короля? А, они плывут в Нормандию отбирать. Ммм. Но я все-таки попытаюсь дойти до столицы. Но как мне это сделать и не нарваться на армию врага? По морю? Или на пролом идти? Потеряют 234 человека. Это многовато. Ну ладно, давайте пойдем. Хотя я уверен, что как только я приду в столицу, они все пойдут меня бить. Вроде бы пока не идут. Пожалуйста, кого-нибудь ценного надо взять. Было бы еще тут король, но он командует армией. Столица наша, военного счета нет. Или это не столица? А, да, вот она. Извиняюсь. Надо было Париж осаждать. Форсификация 7. Ужас. О, кстати, я придумал, как мне понижать стресс. Я могу давать подарки, и из-за щедрости у меня стресс теряется. Кто хочет подарок? Вот, моему внуку дам. Стартовый капитал для развития твоего графства. Ну, здесь мы точно не победим. А может быть, я успею осадить Париж и хотя бы взять деньги за выкуп? Мы взяли сына французского короля, еще одного, но все равно военного счета у нас очень мало. Надо в сражениях побеждать. Еще кто-то напал на короля Ланселина. Господин Артус. Что он вообще хочет? Кередигион. У него есть союзник Дувлин. Еще отсюда один союзник. Блин, Англия просто в огне сейчас. Адальберт еще один союз заключил с Тулузой. Еще 2400 солдат. Понятно, здесь нам не победить. Я предлагаю валить домой. Как-нибудь аккуратно, чтобы нас не вынесли. И помогать в других войнах. Нормандию мы с вами теряем. Это очень печально. Нашему королю надо 100% заключать альянсы. Ой, я нарвался на армию врага. Ну куда вы отступаете? Зачем в Париж? Идите домой. Только не умирайте, пожалуйста. Нам надо как-то так пойти, чтобы мы не теряли солдат под перемещение по провинциям. Ой, я могу их просто распустить. Отлично. Все, теперь я присоединюсь лучше к войне с этими ребятами. Хоть чем-то королю надо помочь обязательно. Но здесь будет легко победить. Просто осадим одну провинцию. А король сам, видимо, решил это сделать. Без моей помощи. Но с моими манганелями все намного быстрее пойдет. Хорошо, здесь мы ему помогли. Кстати, узников надо обязательно продавать. У нас их целая куча. Тем более дети короля Франции. Все, война кончилась. Англия потеряла Нормандию. Но рано или поздно, наверное, это все равно бы произошло. Нашему королю сейчас надо заключать альянсы. Кстати, у него ранение и болезнь. Он может умереть. Я думаю, нам надо с Аквитанией подружиться. С Британией или вообще со Священной Римской Империей. Потому что без союзников Англию быстро разнесут на куски. Хотя вряд ли кто-то к нам будет соваться. Претензий ни у кого нет на эти земли. Это еще что за война? За независимость? Поуис хочет о независимости. Ладно, здесь тоже надо помочь королю. Вообще во все войны сейчас вступлю. Потому что армии у него уже нет. Без меня он не справится. Было бы классно, если бы я своих союзников мог звать в войну королевства. Но, к сожалению, это невозможно. Все, война за независимость закончена. Я взял в плен герцогаос в ульва. У него, кстати, есть претензии на мои земли. Может их отозвать на всякий случай. Хотя пусть в темнице сидит. Теперь надо в войне с манстером помочь. Так, мой внук Тетион вырос. Застенчивый, усердный и вероломный. Хозяин паутины. Это хорошо. С интригами у него все в порядке. Надеюсь, он когда-нибудь придет к власти. Так, мне уже 65 лет. Слабое здоровье. Ой, ой, ой. А почему так много тут противников? Шотландия еще помогает манстеру. Да, зря я сюда вписался. Ладно, я думаю, наш король должен сдаться. Все. Победить мы не смогли. У короля лансили на минус 229 золота. Я ему дам подарок. У меня золота много. Я хочу, чтобы у нашего короля было все хорошо. Пока он мне нравится. Не планировал я, конечно, помогать Англии во всех этих войнах. Но сейчас, я думаю, все должно утихнуть. Кстати, последнее графство я таки не отобрал. Отнять титул. Поднимешь восстание? Да. Надо будет потом взять себе бронированных пехотинцев. Филипп Кенеров вообще. Или может быть бронированных всадников, но они очень дорогие. Потому что золота у меня много. Даже когда армия полностью собрана, я не ухожу в минус. Отнимаем титул. Все. Теперь в наших землях правят только наши династии. Какой у нашей культуры сейчас фокус? Армиллярная сфера. Скорость передвижения по морю плюс 25. Спасибо большое. Мне вообще это не надо. Ладно, давайте я просто сфокусируюсь на бойницах сейчас. Пока я культурный идеолог, чтобы их открыть. Король Ланселин, кстати, поправился. Он не болеет. Ранение ушло. Даже шрамов нет. Странно. Так, и пора делать претензии на Восточную Англию. Не хочу я менять религию. Рано или поздно она все равно сама изменится. И это все-таки случилось. Герцог Риотама упокаивается в руках Господа в возрасте 66 лет. Он умер от старости. Его проставляли за личные обаяния, а также великолепные пиршества и грандиозные балы. Герцог Гудуала восходит на трон. В силу своего очарования он купается в любви своих подданных. Все рады видеть столь любезного правителя. Согласен, все рады. Почему-то у меня еще война какая-то тут. Но сейчас мы с этим разберемся. Я потерял из всех своих титулов только... Уайт? Странно. Видимо, это из-за того, что у моего брата и так много титулов. И вот они, наши великолепные правители, которые у нас были. Эх, мне так нравился Риотам. Такой великолепный мужик был. Столько всего сделал, но я уверен, что Гудуал сделает не меньше. Сразу смотрим на отношения вассалов. Мой кузен к мне хорошо относится, мой брат в целом тоже. Племянник хорошо. Ну да, с вассалами все отлично. Тем более у меня огромная дипломатия. Сразу мне нужны советники. Возьму себе международные отношения и вдумчивость. Надо прокачать. Классно, что у него уже август полностью изучен. И у него много престижа, много благочестия. Что удивительно, учитывая его кровосместительные отношения и прелюбодейство. Я думал, с благочестием у него будут большие проблемы. Обидно, что я Уайт потерял, потому что я его прокачивал. Но ладно, главное, что Корнвулл все еще мой. И от двух титулов мне надо избавиться. Дам что-нибудь своему сыну Риатаму. Правда, мне так хочется оставить все эти титулы себе. По крайней мере, Кент я точно оставлю. Тут есть священное место и оно дает мне мнение религиозных вассалов плюс 5 и сила происка влияния плюс 10%. Не очень много, но хоть что-то. И вообще тут много построек везде. А вот этот бат можно отдать, например, моему сыну. Вообще, надо было жене просто создать управление домином. И у меня сразу предел домина 8 стал. Можно было ничего не раздавать. Но уже поздно. Так, развитие в моей столице уже 15. Давайте я, пожалуй, управляющего поставлю менять культуру. Все-таки она везде у нас должна быть Корнская. Хотя, когда у нас будет король из нашей династии, то, скорее всего, он всю культуру изменит. Стоп, умер мой племянник, принц Дональд, который должен был Англию унаследовать. Он утонул. Что? Может быть, его кто-то убил заговором? Такое вполне возможно. Теперь наследник Англии принц Ильют. Ну ладно, он тоже хорош. Ланселинка мне относится хорошо. Убивать я его не буду. Но вот влияние на него надо сделать. Только я пока не могу. Надо будет на интриге переключиться. Так, что за война у меня здесь? Я помогаю Священно-Римской империи. В войне против кого? Против Верхней Лоттеринги. Они как раз претендуют на Священно-Римскую империю. У меня с ними союз? Вроде нет. Или он разорвался после того, как я унаследовал Корнувал? Ну, помогать я не буду. Священно-Римской империи сами справятся. Ой, лучше королю помогу крестьянский мятеж уничтожить. Это я умею. Еще союз с ним надо заключить. В совет меня приглашают. Кем я буду? Кем я буду? Канцлер. Отлично. Это то, что мне надо. Все, присоединяюсь к войне. Крестьянские мятежи уничтожать я умею. Черт, мой сын Ириатам умер во время битвы. Посмотрите, какой он крутой был. Параноик. Садист. Вероломный. Еще и блестящий стратег. То есть у него и военка отличная, и интриги очень хороши. Но он умер во время битвы против крестьян. Так, мои дети. Им нужно обязательно запретить командовать армией. Надо вообще за привычку себя взять. Запрещать сыновьям быть рыцарями. Потому что они могут умереть. Все, крестьянский мятеж подавлен. Король не благодари. Можно было бы вообще вот этого сына Титиона лишить наследства. И чтобы Ириатам получил мои земли. Но уже поздно. Так, Титион, с кем у тебя брак вообще? Элизанда де Норманди. Надо этот брак как-нибудь разорвать. Но я не могу. Убийство у нас вряд ли получится. Хотя давайте попробуем. О, мой сын ко мне присоединится в этом заговоре. Отлично. Ему, видимо, тоже не нравится эта Элизанда. Надо будет ему жену на военное дело дать, я думаю. Что там с претензиями на Восточную Англию? 10 месяцев еще. Ладно. Надеюсь, на герцогство претензия будет. О, наконец-то. Новый крестовый поход. Очень хорошо. Мои войны будут готовы к битве, конечно же. Когда у нас начнется? Через 17 месяцев. Бенефицаром пусть будет моя сестра. С которой у меня, кстати, была связь. У нее уже есть дети из нашей династии. А, нет, они не из нашей династии. Это такое себе. Хотя нет, как раз таки наш сын Бастард. Может себя потом унаследовать в Иерусалим, если мы победим. Да, пусть она будет бенефицаром. Только это крестовый поход не на Иерусалима, а на Сирию. Зачем вам Сирия, скажите мне? Тут нет священных мест даже. Хотя тут намного больше провинций. Но придется воевать с Ридванидами, которые очень-очень сильные. Тем более это Ашариты. Справимся ли мы? Военная мощь у нас сейчас намного меньше. Может быть, приложить другую цель? Или мы сейчас наберем силу? Уже почти равная. Ашаритов очень много. С ними будет трудно воевать. Могу ли я другую цель выбрать? Например, Иерусалим. 500 благочестия всего я потрачу. Хотя в войне с Иерусалимом, я так понимаю, все равно у нас будут Ашариты. Потому что одна провинция принадлежит Таймуридам. А нет, они тоже эсмоэлиты. Может быть, реально поменять цель? А что мы еще можем забрать? Арагон, Галисию. Там же вроде везде католики. Зачем нам на своих нападать? И как насчет Византии? Где у нас тут Фессалоники? Странно, я не могу найти Фессалоники. Ну ладно, если мы будем нападать на Иерусалим, защитников будет всего двое. Фатимиды и Таймуриды. Тем более у них там свои какие-то разборки. Мы без проблем сможем Иерусалим забрать. Давайте так и сделаем. Выберем Иерусалим. Все-таки надо его забрать. Святая земля должна быть наша. Отправляем бочонок свином жене нашего сына. Она умерла. Все. Никто не знает, что это мы ее убили. Теперь, сынок, тебе нужна хорошая жена. Совет да любовь, как говорится. Главное, внуков не родите. И у нас готова претензия на одну провинцию из Восточной Англии. Ну давайте хотя бы ее заберем. А, у меня вообще изначально были претензии Эрла Риката. Моего племянника. Но я лучше за свои буду воевать. У него и так уже много провинций. И надо эту войну побыстрее закончить, чтобы на крестовый поход успеть. Там шесть месяцев осталось. У меня очень много престижа. На что его можно потратить? Рыцарей можно пригласить. И, собственно, это все. На что престиж можно потратить? Наконец, мерзкие неверные познают на себе священный гнев святого Георгия, Иерусалим. Да, крестовый поход начинается. Надеюсь, Восточная Англия в него не вступит, потому что у нас война, наверное, тогда отменится. И у меня в игре время идет очень-очень медленно. Восточная Англия. Что нам с ней делать? Я оставлю, пожалуй, здесь вот эту армию, 2700. А этих ребят отправлю в Иерусалим. Военный счет мне нужен. Правда, мне кажется, плыть мы будем туда часа реального времени, потому что время идет очень медленно. Хотя вот, вроде ускоряется. Все, время идет теперь нормально. С Восточной Англии мы почти закончили. Вообще, можно прямо сейчас отправлять армию в Иерусалим, потому что военный счет у нас будет расти. Все, 100%. Кембридж мы забираем себе. Теперь можно высаживаться. Правда, все провинции уже разобрали, как я понял, но я пойду в Иерусалим. Где бы мне взять военный счет? Сюда еще пойти. Хорошо, ранг уже один. Пойдем еще немного подеремся. Блин, надо раз уже не с кем. Я буду просто земли противника осаждать. Вклад это все равно мне прибавят. Все, 100%. Давайте, заканчивайте крестовый поход. Пока у меня ранг не опустился. Есть. Крестовый поход. Победа. Святой Георгий способствует тому, что победа одерживает королева Изуда. Крестовый поход на земле Иерусалим завершается. Халиф Акбар и его подлые войска уже были не раз разбиты. Наши войны заставили врага признать унизительное поражение. Теперь, когда занятые земли находятся в нежных руках католического правителя, мы можем с уверенностью утверждать, что свершилась воля бога. Да, да, да. Но вот я только что подумал, что мне не надо было захватывать Иерусалим. Возможно, это была не самая хорошая идея, потому что Иерусалим это круто, да. Но здесь очень много врагов вокруг. И, скорее всего, Иерусалим долго жить не будет. Надо было взять целью какое-нибудь другое королевство. Даже если там не было бы священных мест, все равно главное, что там бы правил кто-то из нашей династии. Но уже поздно. Иерусалим тоже хорошо. Жаль, я далеко от королевы Изуда и никак с ней взаимодействовать не могу. Но это первое королевство, которое принадлежит нашей династии. И, кстати, я забыл поставить себя главой армии и получить крестоносца. Но ладно. Зато мы получили золото. Сосредоточимся на своих землях, конечно же. За Изуду играть не буду. И давайте новую претензию делать. А полученное золото мы потратим, конечно, на постройки. Забавно, кстати, получилось. Эта Изуда была моей любовницей когда-то, и у нас Бастарда даже родился. И я ее посадил на трон Иерусалима. Хоть бы у нее все было хорошо. И, кстати, Бастарда нашего она забрала с собой. Есть одна проблема, кстати. Он унаследует некоторые мои земли. А именно Сурей и еще что-то, наверное. Как бы с Иерусалимом не пришлось воевать. Хотя вряд ли они выйдут из состава Англии. А вот и эта проблема решилась. Мой сын Алирама погибает от рук убийцы. При загадочных обстоятельствах он умер. Да... Иерусалим опасное место. Сразу же в первые дни пребывания там умер мой сын. Кстати, у королевы Изуды нет мужа. И она вряд ли кого-то родит. Иерусалиму наследует моя племянница Корнелия. Из другой династии. Черт. План немного не сработал. Но все равно мы успеем немного признания заработать. За счет того, что она королева. Еще одна претензия на провинцию Восточной Англии. У нас пока перемирие. Можно убить эту принцессу? Да, можно. Немного ускорим процесс. Моя сестра меня на пир в Иерусалим приглашает. Конечно, я отправлюсь туда. Правда, придется долго плыть, чтобы немного повеселиться. Но, наверное, оно того стоит. Кто вообще пришел на этот пир? Но особо интересных ребят здесь нет. Хорошо, принцесса Восточной Англии умерла. И это герцогство ушло к Витании. Эээээээээ. Это очень плохо. Но я все равно на них напасть могу. Тем более, союзники у меня есть. Вернем эти земли нашему королевству. Хотя, сам у него их отнял, по сути. Так, интересно, откуда у меня 8300 солдат? Почему так много? Неужели это все с моих владений? Оквитания статус-кво предлагает. Не-не-не. Как-то я совсем не ожидал, что у меня настолько огромная армия будет. 95%. Хорошо. Можно взять еще себе наследие новое. Прославленное имя. Престиж в месяц плюс 10. Рыцарь плюс 1. Стоимость наемников минус 10%. не так уж и много давайте-ка возьмем яркую жизнь двора чтобы у нас были гости получше и дешевле или может быть плодородные чресла плодовите с плюс 10 процентов нет мало не надо возьмем яркую жизнь двора так что произошло суфолк стал независимым ну ладно цель у меня все та же то есть я больше не сократа не и воюю сто процентов хорошо кстати я смогу суфолк завасалить скорее всего если сделать слабые феодальные обязательства спустя время у нас уйдет минус из-за недавней войны хотя зачем мне такой вассал нужен пожалуй его просто убью я реально не понимаю откуда у какая большая армия 8000 хотя я в принципе всю англию контролирую и практически ничего не даю королю всего 1300 солдат окей на этом я думаю мы будем заканчивать нашу серию в следующем мы захватим до конца суфолк будем забирать себе ланкастер и если все это пройдет быстро будем забирать себя уэльс полностью и двигаться в ирландию в этой серии мы сами сделали много всего хорошего во первых конечно же забрали иерусалим для нашей династии но это ненадолго потому что когда королева изуда умрет иерусалим заберет ее дочь которая не из нашей династии но когда-нибудь в очередном крестовом походе может быть мы все равно заберем себе какое-нибудь королевство насчет религии мне кажется уже можно принимать адамидство но мне очень страшно из-за того что на нас могут объявить крестовый поход хотя он только что был и еще наверное лет 30 его не будет стоп а почему швеция православная у нас и норвегия норвегия католическая вот лапландия православная ну ладно да не знаю что нам делать с религией давайте так в комментариях пишите брать ли мне адамидство в следующей серии или через серию может быть мне для начала все-таки забрать всю англию себе не считая уэльса и потом уже менять религию в общем всем спасибо за просмотр надеюсь эта серия вам понравилась если это так то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал если вы до сих пор не подписаны вступайте в группу vk пишите в комментарии как вам эта серия всем спасибо и всем пока